Серебрянников никакого отношения к финансам не имел. Серебрянников никакого отношения к финансам не имел. Второе заседание повторных слушаний по делу седьмой студии. Неожиданный допрос Малобродского. 2. Коммерсант от 5 ноября 2019 года. 9.29. В Мещанском суде Москвы 5 ноября состоялось второе заседание в рамках нового процесса по делу седьмой студии. Гособвинение должно было допросить первых свидетелей, но ранее отказавшийся выступать подсудимый Алексей Малобродский вдруг решил дать показания. Поэтому первую половину дня суд слушал его, а после прокурор частично изучил чуть менее двух десятков томов дела. 17.22. На этом заседание заканчивается. Судья откладывает слушание до 11 часов завтрашнего дня. 17.22. Том 217. Осмотр предметов, изъятых у Малобродского, в основном переписка. Прокурор считает выборочно, это не нравится стороне защиты. В какой-то момент Малобродский говорит, что пишет Серебренникову и Этину, что хочет работать и в седьмой студии, и в гогольцентре, чтобы получать зарплату и там, и там. Но, говорит Карпинская, есть ответ Серебренникова, что он не может взять Малобродского на две ставки, потому что в гогольцентре много работы. Карпинская указывает, что в этом и есть тенденциозность. Прокуратура оглашает одно письмо, но не оглашает ответа на него. Далее идет переписка Малобродского и Синельникова. Судья спрашивает подсудимого, работал он с Синельниковым или нет. Малобродский отвечает, что да, он работал с Синельниковым, но не по платформе, а уже после, в 2013 и 2014 годах по двум мероприятиям в гогольцентре. Прокурор общается к 218 тому, там также переписка Малобродского. Прокурор долго читает, потом поднимается подсудимый и говорит, что речь идет о лицензионных договорах между седьмой студией и гогольцентром. После идет письмо, что у руководства седьмой студии должна быть встреча с некой Софией. Абфельбаум останавливает прокурора и просит указать, упоминается ли в письме фамилия. Прокурор говорит, нет, здесь только одно имя. София Абфельбаум уточняет, что речь идет о другой Софии. Сотрудница вензавода, с которой руководство седьмой студии собиралось навстречу. 16.26. Прокурор Лавров читает том 212. Протокол обысков Малобродского, изъяты записные книжки, телефон, два ноутбука, свидетельство о регистрации ИП. Дело в том, что никаких документов, касающихся деятельности седьмой студии, у меня не было. А на театральное дело на это совершенно другая организация, с которой сотрудничала моя жена, комментирует Малобродский. 16.20. Как отмечает Абфельбаум, зачитанный прокурором документ говорит о том, что в правительстве были долгие обсуждения по поводу платформы, были трения между Минфином, Минюстом и Минкультом. Не вижу, что доказывает этот документ. Тем более это проект документа, твердый знак, заканчивает Абфельбаум. Прокурор продолжает читать материалы дела, в них переписка Абфельбаум с помощницей Соколовой. Вновь поднимается Абфельбаум. Та самая история, когда Евгения Соколова, твердый знак, болела. Там то самое соглашение с моими правками, почему-то в обратном порядке, Абфельбаум говорит прокурору, где какой документ у него в деле. После Карпинская говорит, что ударилась головой, у нее сотрясение, болит голова, просит закончить в пять. Судья улыбается в ответ, вы так жалобно это говорите. Конечно, закончим. Прокурор обещает постараться успеть до пяти. 16.12. Слушатели по одному покидают зал. Прокурор Лавров продолжает зачитывать материалы дела. Как поясняет Абфельбаум, прокурор читает переписку о том, что нужно в правительство представить расширенный доклад о платформе, поэтому и была переписка с руководством седьмой студии. Непонятно, что этим доказывается, говорит Абфельбаум. Далее зачитывается переписка Абфельбаум с ее помощницей Соколовой. Речь там, по словам Абфельбаум, идет о подготовке конкурса, что доказывает отсутствие сговора, поскольку обсуждение конкурса уже ведется, а седьмая студия еще даже не зарегистрирована. 16.4. Адвокат Поверинова просит перерыв хотя бы пять минут. Ни в коем случае. Шутит Малобродский. Продолжайте, прокурор, с улыбкой говорит судья. Хотя бы размяться, настаивает Поверинова. Встаньте, походите, отвечает судья. Нет, тогда я посижу, отказывается Поверинова. 15.55. Далее прокурор обращается к 115 тому. В нем конкурсная документация на платформу, техническое задание, протокол вскрытия конверта от 16 августа 2011 года о победителе конкурса. После идет том 118, там вновь протокол выемки из здания 508 к СУСУ РФ. А в кабинете то, как они оказались, спрашивает судья. Но тут же Поверинова спрашивает, кто изымал документы. Прокурор, отвечая на вопрос Повериновой, называет фамилию следователя, а на вопрос судья не отвечает. Но та его не переспрашивает. Следом встает Апфельбаум. Она говорит, даже если предположить, что это ошибка, выемка из кабинета СК, то у Малышева, сотрудника Минкульта, этих документов тоже быть не могло. 15.48. Далее вновь 210 том, протокол обысков в Минкульте, изъято соглашение на субсидии для седьмой студии, доверенность найдена, лицензионные договоры, творческие отчеты за несколько лет. После 228 том, протокол осмотра личных дел свидетелей и обвиняемых по делу. При этом, когда Лавров зачитывал, откуда были получены эти документы, он сообщил, в ходе выемки в кабинете, в здании технического переулка. Ваша честь, прервала прокурора адвокат Карпинская. Нам прокурор сейчас представляет документы, которые, по его словам, были изъяты из здания Следственного комитета. Получается, следователи сами у себя изъяли документы и их же осматривают. Далее Карпинская говорит, что на самом деле непонятно, откуда взялись эти документы в здании Следственного комитета. Источник происхождения этих документов вам непонятен? Спросила Карпинскую судья. Непонятен, ответила она. Все, мы себе пометили. И прокурор себе пометил, говорит судья. Прокурор спокойно продолжает читать том дело. 15.36. Далее ГАС-обвинитель возвращается к 110 тому, устав седьмой студии, заверенный Минюстом. После прокурор Лавров открывает 69 том, в нем, приказ о принятии Мысляевой на работу от 1 августа 2011 года со ставкой 35 тысяч. Рубль. Затем прокурор откладывает 69 том и открывает 66 копий приказов о штатном расписании седьмой студии, подписей Тиной Мысляевой. Всего 135 тысяч месячный фонд зарплаты, отмечает Лавров, читая материалы. В том же томе, гарантийные талоны на оборудование, приобретенное седьмой студией в 2011-2013 годах, счета на оплату гостиниц для иностранных артистов. Далее идет госконтракт на 2011 год. Здесь встает Апфель Баум, она говорит, что это на самом деле рабочий вариант госконтракта, а подлинник, который был подписан, не был изъят и находится в канцелярии Министерства. Она также говорит, что прокурор перепрыгнул, зачитал госконтракт, потом допсоглашение к нему, а три акта, предшествовавшие допсоглашению, не называл. Она говорит, что не понимает, в чем та самая логика прокурора. Тот отшучивается и продолжает читать тама дело. 15.17. Прокурор Лавров продолжает читать уставные документы и приказы. 5 августа 2011 года на должность главного бухгалтера седьмой студии была назначена Масляева. Приказ от декабря 2011 года о назначении генпродюсером Малобродского. Далее приказ о его увольнении и назначении вместо него Воронова 1 августа 2012 года. После идут доверенности от Этина на имя Воронова с рядом прав, как говорит прокурор. 15.4. От 1 июня 2015 года Серебренникова освободил Этина от должности гендиректора седьмой студии и назначил на эту должность Анну Шалашеву, читает прокурор материалы дела. После Лавров продолжает читать уставные документы седьмой студии. 14.58. Далее прокурор Лавров переходит к 53 тому. Он говорит, что читает тома в порядке своей логики. В 53 томе содержится протокол обыска у Жириковой, бухгалтера седьмой студии. Изъяты, говорит прокурор, системный блок, книга доходов и расходов, несколько папок с учетностью седьмой студии, тетрад с рукописными записями, компакт-диск, ноутбук, дискета, блокнот с записями, несколько печатей, документ о кадрах седьмой студии и иные документы. После Лавров открывает 213 том. В нем, протокол осмотра предметов уставных учредительных документов, изъятых у Жириковой. Далее прокурор открывает том 214 том продолжения осмотра учредительных документов седьмой студии. Далее 110 том в нем прокурор указывает на единоличное решение Серебренникова о создании седьмой студии и утверждении устава о том, что гендиректором избирает Сейтан. В том же томе протокол управления седьмой студией. Вдруг встает Абхельбаум. Она говорит, указывая на даты учреждения седьмой студии, что данные документы опровергают заявление гособвинения, что кто-то делал заранее конкурс под седьмую студию, поскольку тогда она еще даже не была учреждена. После прокурор открывает том 98, а затем 32. В нем содержатся документы, которые Серебренников подал в меню 100 регистрации седьмой студии. Только прокурор Лавров продолжил читать материалы, как вновь его прервала адвокат Карпинская. Она читает материалы, которые упомянул прокурор, но их не зачитал. «Да, добрый день. Я вот вышла. Значит, смотрите, Света, требование небольшое, маленькое-маленькое». Карпинская заканчивает читать материалы дела. Она говорит, что в томе этот разговор повторяется четыре раза. Здесь вступает адвокат Поверинова и обращается к прокурору, что они подтверждают эти переговоры. Нам коротко, чтобы понять. Тот ее игнорирует, начинает читать дальше, но теперь его останавливает судья. Она все же просит пояснить, что же значит для дела эти переговоры. Прокурор говорит, что все эти переговоры показывают, как готовилась проверка, как проводилась, кто с кем созванивался, с кем, о чем договаривался, какой формат сговора был. «Нет, а этот кусок о чем? Вы можете резюмировать», — вновь спрашивает его Поверинова. «Все я резюмирую в прениях». «Вообще все», — чуть повышая голос, говорит прокурор. После он открывает 249 том-там результаты фоноскопической экспертизы, что голоса в переговорах принадлежали Этину, его жене, Масляевой и другим. 14.25 Сначала Олег Лавров зачитал материалы второго тома, затем третьего, а теперь перешел сразу к 25 тому. В нем протокол осмотра документов, осматривались компакт-диски из ФСБ, на них запись встречи Этина с некими лицами. Прокурор не поясняет, кто они, далее другой диск из ФСБ, там 9 телефонных переговоров про отчетность в седьмой студии. Адвокат Карпинская говорит, что возражает, по ее словам, эти переговоры не касались отчетности. Как Жирякова про охрану говорит, как семья Этиных обсуждает свои дела делается вид, что идет расследование преступления, говорит Карпинская и отмечает, что это никакого отношения к делу не имеет. Судья говорит ей, что она может дать свою оценку в прениях. Вы представляете, если каждый лист этих 200 томов я буду упоминать в прениях, сколько это времени займет, говорит Карпинская. Я готова вас слушать бесконечно, отвечает ей судья. В зале смех. После прокурора Лавров продолжает читать том дела. 14.11. Вновь прокурора прерывает Карпинская. Да, Таня. Слушайте, нашли этот пакет у охраны. Сейчас разбираем. Цитирует она телефонный разговор, который упомянул прокурор, читая материалы тома. Ну, вот этот вот что? Удивляется Карпинская, имея в виду, что это никак не доказывает вину. Судья говорит ей, что свою оценку защита сможет дать в прениях. Но там такие огромные объемы. Можно забыть, говорит Поверинова, имея в виду, что лучше бы давать замечания сразу, по ходу чтения материалов. Не забудете. Вы у нас все запоминаете, с улыбкой говорит судья. Наизусть знаем, говорит Поверинова. Тем более, отвечает судья. Прокурор продолжает читать материалы дела. Теперь речь идет о телефонных переговорах Жириковой, одного из бухгалтеров седьмой студии, с Луниной, аудитором, Грибовым. Возможно, другая фамилия. Твердый знак. Сотрудник налоговой, с Артемовой, сотрудница платформы. Прокуроры останавливает адвокат Лусенко, защитник Литина, обращением к судье. Лусенька цитирует телефонный разговор, как. Подписать то надо было Зайтана. Он вообще охренел, не знает, что подписывает. Адвоката перебивает судья. Уважаемая защита, если там есть нецензурные слова, не надо их читать. Дальше прокурор продолжает читать материалы. Но его почти сразу прерывает адвокат Карпинская. Она вновь дает понять, что все эти переговоры не имеют отношения к делу. В них, по ее словам, идет обсуждение налоговой проверки. 13.57. Прокурор Олег Лавров открывает следующий том. Там также данные телефонных переговоров. Итина с женой. Итина с Луниной. Аудитором. Итина с дочерью Мариной. Итина с Артемовой. Этот разговор, разговор с дочерью, имеет какое-то отношение к делу? Спрашивает судья. Во всех этих переговорах идет речь о проверке. Как она готовилась, проводилась, отвечает прокурор Лавров. 13.52. Далее в томе идут другие телефонные переговоры. В частности, переговоры Шалашовой, помощницы Серебренникова, Ситиным. Вновь его прерывает адвокат Карпинская. Она говорит, что прокурор выступает очень неконкретно. Там Пашка. Он, конечно, делает шедевральные вещи. Талантливейший человек. Они сделали, как сказали, читает телефонные переговоры Карпинская. О чем здесь? Спрашивает она прокурора. Это не разговор с Ситиным, добавляет Карпинская. Она просит оглашать телефонный разговор полностью, так как неясно, каким образом эти переговоры доказывают вину. Адвокат, прокурор ничего полностью приводит не будет, говорит судья. Я хочу, чтобы сейчас прокурор огласил сведения, которые в документе отсутствуют. Здесь речь об отчетности не идет, говорит Карпинская. Я хочу сказать, что прокурор говорит об отчетности, не указанной в справках меморандума, добавляет адвокат. Защита, мы ваши замечания внесли в протокол, говорит судья. Прокурор продолжает читать материалы второго тома. 13.44. Прокурор Олег Лавров продолжает читать материалы два тома. В нем телефонный разговор от декабря 2016 года. По словам прокурора, в этих переговорах обсуждается налоговая проверка. Тут же встает адвокат Карпинская. Она говорит, что данные события не имеют соотношения к делу, что они не отражены в обвинительном заключении. Судья ее прерывает. Она говорит, дайте вы уже выступить прокурору. Судья поясняет, что защиту может делать по метке, а после выступит в целом по зачитанным материалам, которые просят признать недопустимыми доказательствами. 13.40. Судья обращается к подсудимым. У них возвращений по поводу показаний Малобродского нет. У потерпевшей стороны также нет. Прокурор спрашивает, что Малобродский имел в виду под фразой «Войкина вела двойную бухгалтерию». «Черную бухгалтерию какую-то имели вы?» Добавляет судья. «Нет, черной бухгалтерии не было», — отвечает Малобродский. «Как выглядела касса?» — спрашивает прокурор Олег Лавров. «Не могу сказать обо всем периоде. Но был сейф», — отвечает Малобродский. «У кого были ключи?» «У Масляевой, Войкиной. Часто бывали у меня», — говорит Малобродский. Он поясняет, что наличие ключа ему нужно было выплат артистам после спектаклей. Допрос Малобродского на этом закончен. Но судья решает уточнить данные по личности Малобродского. Она спрашивает, есть ли у Малобродского кто-либо на издевении, хронические заболевания, награды. Затем она говорит, что забыла то же самое спросить у Апфельбаум. Апфельбаум говорит, что у нее есть угас награды. Далее судья говорит, что теперь прокурор может перейти к исследованию письменных доказательств. Прокурор Олег Лавров открывает два том, начинает читать. Там справки оперативной деятельности, справки о подсудимых. 13.35. Далее вопросы Малобродскому задает защитник Апфельбаум, адвокат поверенного. Он просит рассказать про оборудование на примере метаморфоз. Малобродский говорит, что они пытались на всем экономить. Приводят в пример купленный рояль. Арендовать его было бы в разы дороже. Поскольку у нас была очень серьезная амбиция, мы приглашали очень серьезных исполнителей. Нам нужен был хороший рояль. А хороший рояль это очень дорогая вещь, говорит Малобродский. Хороший рояль сколько стоит? Вмешивается судья. Мы приобретали за 5 миллионов рублей. Мы договорились о большой рассрочке, отвечает Малобродский. По его словам, изначально рояль стоил вовсе 6 миллионов рублей. Затем поверенного просит рассказать про сон в летнюю ночь. Малобродский говорит, что спектакль проходил на нескольких локациях, которые долго монтировались. А где вы хранили декорации? Очень хороший вопрос. Где хранение, там и ночные смены. Нам приходилось платить людям за работу ночью по полторы ставки. Они разбирали декорации и увозили это все на склад. По словам Малобродского, изначально они договорились с винзаводом о складировании своего скарба у них на складах, но потом пришлось договариваться о хранении на стороне. Теперь меня интересуют зарубежные актеры, вы их где-то размещали. Мы им оплачивали проезд, это были авиаперелеты. Подождите, Малобродский, перебивает судья. Она говорит, что Малобродский уже говорил про это. Хорошо, если суду понятно, то скажите, какой это был проект платформа? Говорит поверенного. Малобродский отвечает, что проект был большой, часто освещался в прессе, что было много зрителей, что были благодарности от министерства. Я видел пару писем от заместителя министра на имя Серебренникова, что они чрезвычайно довольны проектом, говорит Малобродский. «Проверки какие-то проходили?» Спрашивает судья. «Нет, никаких проверок не было», отвечает Малобродский. Затем он еще раз говорит, что если бы они арендовывали рояль, это было бы в примерно три раза дороже, чем его купить, что он обошелся бы им в примерно 13 миллионов рублей, если бы была аренда. 13.19 Малобродский говорит, что никогда не составлял заведомо недостоверных списков мероприятий смет. Он говорит, что все сведения, которые он сообщал финансовой службе, видимо, речь идет о бухгалтерии седьмой студии, все они достоверные и точные. «Мы никогда не завышали сметы. Скорее наоборот, мы занижали сметы», говорит Малобродский. «Вам было известно, что дочь Камысляевой работала на платформе?» Спрашивает адвокат Карпинская. «Нет, только из материалов дела». Далее Карпинская называет фамилии Хромовой, Курбанова и еще некоторых людей. Малобродский говорит, что никогда этих людей не видел и не знал, что они работали на платформе. 13.15 Заседание возобновляется после перерыва. Малобродский выходит к судебной кафедре. Адвокат Карпинская продолжает задавать вопросы. Она спрашивает, приобретала ли седьмая студия имущества. Он говорит, что «да, приобретала». Его можно разделить на три части. Оборудование, реквизит, имущество, которое обслуживало мероприятие. Зрительские кресла, гримерные стулья, кронштейны для костюмов, имущество для офиса, сейфы. Приобретались музыкальные инструменты рояля «Ударная установка». Карпинская спрашивает, как это оплачивалось. «Оплачивалось по счетам», — поясняет Малобродский. «Эти затраты попреимущественно оплачивались по безналичным платежам», — добавляет он. «Как осуществлялся контроль министерством?» «Я не знаю. Но я постоянно видел людей из министерства на мероприятиях», — говорит Малобродский, называет фамилию Апфельбаум. «Вам известен человек по фамилии Печенко?» — спрашивает Карпинская. «Теперь уже да. Видел его только в стенах Мещанского суда», — говорит Малобродский. Далее Карпинская зачитывает часть обвинительного заключения. Малобродский в ответ на это говорит, что никогда ничего в отчетах не искажал, никакой своей переписки не уничтожал. «Все, что я делал и делаю, это все абсолютно доступно», — говорит Малобродский. Далее судья спрашивает, «То есть вы деньги не похищали?» «Не похищал, никого в заблуждение не вводил», — отвечает Малобродский. 12.26. Вдруг адвокат Поверинова просит перерыв на пять минут. Говорит, чтобы выпить таблетку. После короткой беседы судья говорит, что объявляет перерыв до 13 часов. После, говорит судья, будут объявляться короткие перерывы каждые 4 часа. Судья сказала, что заседание сегодня будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнен план работы на сегодня. Она допустила, что слушания могут продлиться вплоть до 10 часов вечера окончания процессуального времени в судах. 12.23. Довольно много мы оперировали наличными деньгами. Я призывал переходить на безналичные расчеты. Но так как все было очень быстро. Например, если Пшеничникова приезжает на два дня, а эти два дня — суббота и воскресенье, а она просит оплатить ей до выступления, то часто технической возможности оплатить безналично не было, — говорит Малобродский. Далее он говорит, что иногда Масялева задерживала выплаты артистам. Адвокат Карпинская продолжает задавать вопросы. Допрос вновь возвращается к охоте на снарка. Малобродский вспоминает, что проект охота на снарка фигурировал уже тогда, когда Серебренников презентовал проект Медведеву. «Любой авторский проект не может быть выполнен чиновникам Минкульта», — говорит Малобродский. 12.14. Адвокат Карпинская спрашивает, кто такие линейные продюсеры на платформе. Малобродский говорит, что это то же самое, что и исполнительные продюсеры. Малобродский называет их фамилии, в том числе Екатерину Воронову. Малобродский говорит, что после его перехода на работу в Гогольцентр она заняла его должность генпродюсера на платформе. Малобродский говорит, что, конечно, линейные продюсеры получали зарплату, что они составляли первичные сметы на проекты, что иногда получали наличность по расходным ордерам, а затем отчитывались об этом по актам. Малобродский говорит, что наличность продюсеры получали у Масляевой, а она ее снимала с карты в банке. Далее Малобродского спрашивают про Войкину. Он говорит, что она была помощником Масляевой, говорит, что скрупулезно вела отчеты по наличности. Войкина была официально устроена, вспоминает Малобродский. Куда делать финансовая документация? Вдруг спрашивает судья. Из материалов дела. Начинает отвечать Малобродский. Из материалов дела только знаете. Да. Все ясно. Двенадцать семь. А все мероприятия, которые планировались, они все реализовывались. Спрашивает судья. На моей памяти только один проект. Он назывался «Автобусы». Он не был реализован, отвечает Малобродский. Почему? Ну, так бывает. Творчески он не сложился. Не пошел, говорит судья. Не пошел, говорит Малобродский. Далее Малобродский поясняет, что по задумке Серебренникова автобусы выходили на пять миллионов рублей, а у них газконтракт всего на десять миллионов рублей. Нужно было выбирать между автобусами и всем остальным, поясняет Малобродский. Двенадцать одна. Кто определял программу платформы? Спрашивает адвокат Карпинская. Серебренников, отвечает Малобродский. И были кураторы по четырем направлениями? Да. Мне как генпродюсеру утвержденные худруком проекты спускались в виде плана, они были реализованы. А что том, кто занимался для Минкульта? Спрашивает судья. Малобродский говорит, что работал до августа 2012 года, что за это время был один отчет для Минкульта. Им занималась Масляева. По его словам, подписывал отчет Масялева как главбух. И, как кажется Малобродскому, его подписывал еще и Серебренников. Он мог бы этого не делать, было бы достаточно подписи Этина, но на Серебренникова была сделана доверенность, поясняет Малобродский. Двенадцать часов. Размер зарплаты Масляевой определял Этин, говорит Малобродский. Каким образом он это делал, Малобродский не знает. Он говорит, что Масляева отчитывалась перед ним только по части его работы. Масляева приводит пример с доставкой стульев, как он выставлял ей счет, как требовал от нее, чтобы она отчиталась перед ним об оплате. Судья вновь задает вопрос о получении зарплаты, не было ли денег в конверте без подписи. Он отвечает, что никогда такого не было. Одиннадцать пятьдесят шесть. Кто контролировал расходы? Спрашивает судья. Этин и Масляева, отвечает Малобродский. Вы к этому отношения имели. Нет. В той части, в которой я подавал заявки, я отчитывался актами или расходными ордерами. Никаких договоренностей с Синельниковым в фиктивных договорах у вас не было. Совершенно верно, не было. Ничего не слышали про обналичивание? Не слышал. Какое отношение к финансам имел Серебренников? Никакого. Вообще. Вообще. О чем он занимался? У него была творческая работа. Я хотел привлечь его к практической работе, но он как огня держался практической части работы, работы с деньгами. Он как-то подчеркнуто этого сторонился. Теперь адвокат Карпинская спрашивает Малобродского про Масляеву, знает ли он, что она была судима. Малобродский говорит, что ничего не знал о судимости Масляевой. Он подтверждает, что на работу Масляеву пригласил Этон. На вопросы судьи Малобродский вновь говорит, что никогда не слышал, не обсуждал вопросы об наличивании эффективных договоров. Он говорит, что обсуждал с ней только выполнение ее обязанностей на платформе. Малобродский говорит, что жаловался на работу Масляевой, что пытался привлечь к решению этого вопроса Серебренникова, но тот ответил, что это решает Этин, а Этин оставил Масляеву на платформе. 11.46 Судья больше не задает вопросов. Допрашивать Малобродского продолжает его адвокат Карпинская. Она спрашивает про спектакль «Отморозки». Малобродский начинает рассказывать про этот спектакль, что в нем были заняты артисты студии Серебренникова. Далее Карпинская спрашивает, сколько человек было в седьмой студии в 2011 году. Около 20 человек, отвечает Малобродский. Он говорит, что им также выплачивала зарплата, но не по расходным ордерам, а по ведомостям. 11.40 Малобродский говорит, что платформа была большим проектом, невозможно было рассчитать все с точностью до дня. Он ссылается на спектакль «Охота на снарка», который, действительно, не был поставлен в 2011 году. По его словам, этот спектакль пришлось перенести на 2012 год по ряду объективных и непреодолимых обстоятельств. Далее он говорит о метаморфозах, что этот спектакль выпускался в три этапа. На каждом этапе спектакль обрастал какими-то своими элементами. И только третий показ в конце лета 2012 года означал как бы премьеру, завершение всей этой работы, поясняет Малобродский. На уточняющий вопрос судьи Малобродский говорит, что работал в Гоголь-центре как директора до 1 марта 2015 года. Он подчеркивает, что работу в Гоголь-центре и на платформе он не совмещал. Он говорит, что обвинение было хитро сформулировано, что он продолжал преступную деятельность тем, что помогал Вороновой. Малобродский говорит, что если бы даже помогал советами Вороновой, он не видит тут ничего преступного, но даже этого не было. Никогда не получал одновременно зарплату в Гоголь-центре и на платформе, подчеркивает Малобродский. 11.31 Сколько примерно спектаклей вы ставили? Вы каждый день ставили? Уточняет судья. Ну, почти. Каждые три недели, говорит Малобродский. Далее он переходит к пояснениям о том, какие типы затрат у них были затраты на платформе. Нужно понимать, какие были затраты. Они были двух видов, говорит Малобродский. Были опосредованные затраты, которые шли на обслуживание проекта в целом. Это были затраты, связанные с оплатой персонала, гонорары, технический персонал, например, 15 монтировщиков, которых мы не могли держать в штате, мы платили разово. И были затраты, которые шли непосредственно на реализацию мероприятия декорации, реквизиты, костюмы, оборудование, аренда инструментов. Это затраты на создание проекта, чтобы он мог возникнуть, поясняет он. Доход мероприятия приносили. Мы продавали билеты. Ну как-то они окупались. Нет, они принципиально не окупаемы, говорит Малобродский. По его словам, не случайно в России так построен театр, что он датируемый. Он добавляет, что цены на билеты на платформу они специально не задирали, потому что их целевой аудиторией были молодые люди, студенты. Он говорит, что окупилось максимум 10% затрат. Но, добавляет Малобродский, и задачи такой не было, чтобы окупить проект. Задача была популяризировать современное искусство. Мы с этой задачей достаточно хорошо справились, говорит Малобродский. 11.19. Судья спрашивает, что за время работы Малобродского было сделано на платформе. Он говорит, что было реализовано всего 118 публичных мероприятий, не все оригинальные, некоторые таражировались. Если говорит про оригинальную продукцию 30-40 мероприятий, добавляет Малобродский. Судья спрашивает, идут ли сейчас эти 30-40 мероприятий. Разумеется, нет, отвечает подсудимый. Платформа была закончена в 2014 году. Самые удачные мероприятия, отмечает Малобродский, продолжили ставиться в Гоголь-центре. Малобродский говорит, что сон в летнюю ночь идет до сих пор. Он вспоминает, что изначально следствие предъявляло ему, что сон в летнюю ночь вообще не был поставлен. Малобродский говорит, что тогда же предлагал следователям сходить в театр, пощупать декорации. Когда Малобродский рассказывал про сон в летнюю ночь, в частности про заявление следователей, что спектакль не был поставлен, судья слушала его с улыбкой. 11.15. Малобродский рассказывает, что часть контрагентов до поступления денег работала с ними под честное слово. С сентября по декабрь 2011 года проект понес реальные расходы в размере 31,2 миллиона рублей, при этом цена госконтракта составляла 10 миллионов рублей, плюс были личные деньги Сербринникова и Итину. Плюс, в ноябре, декабре, мы взяли коммерческий кредит в размере 10 миллионов, и порядка 6-8 миллионов была в виде кредиторской задолженности по нашим обязательствам, говорит Малобродский. Сотрудники на проекте начали получать зарплату с 1 сентября 2011 года, говорит он. По его словам, эти выплаты были нерегулярными. Какая у вас была зарплата? Уточняет судья. В среднем 1070. Как получали? Наличными. Расписывали за них. Да, в расходных ордерах. После, говорит Малобродский, у него зарплата была 100 тысяч рубль. Вам что-то известно о том, что какая-то часть денежных средств по госконтракту обналичивались? Спрашивает судья. Тут надо пояснить про обналичивание. Что часть денег перечислялись фирмам, работы не выполнялись. Нет, про такое я не слышал, что кто-то договаривается с Масляевой. Нет, нет. Я вас по обвинению спрашиваю, уточняет судья. Я понимаю. Есть легальные способы получить наличные, отвечает Малобродский. Какие? По чековой книжке. В обвинительном заключении сказано, что были незаконные банковские операции с Синельниковым. Все это абсолютно несостоятельные домыслы. В начале середины октября с Синельниковым нас познакомила Масляева. Она представила мне его как своего знакомого, который работает как продюсер. Малобродский говорит, что Масляева рассказала, что Синельников может быть полезен платформе как поставщик декораций. Но, говорит Малобродский, Синельников никаких работ для платформы в итоге не выполнял. Далее Малобродский говорит, что в материалах дела есть фальшивый договор с Синельниковым, где стоит его подпись. Он говорит, что просил следствия проверить на достоверность этот договор, но следствие отказалось и приложило его к делу. 11.4. Теперь Малобродский рассказывает о работе по формированию содержательной части проекта. По словам Малобродского, в середине лета Эйтин познакомил его с Масляевой. Нужно было грамотно выстроить всю работу по обеспечению финансовыми ресурсами этого проекта, платформы, говорит Малобродский. Я знал со слов Серебренникова и Эйтина, что проект одобрен президентом страны, тогда Медведевым. Точка. Но к этому времени, когда верстались предварительные планы, нам никто не подтверждал суммы финансирования. Исходили из 80 миллионов рублей ежегодного финансирования. Был назначен срок. Срок начала практической реализации проекта это был октябрь 2011 года, и мы всю свою работу строили, ориентировались на этот срок. В какой-то момент было ощущение, что мы не выдержим этот срок, вспоминает Малобродский. Он говорит, что тогда не была зарегистрирована компания, не было подтверждения получения денег, не было договоренностей по площадке с финзаводом. Малобродский говорит, что предупреждал, что они могут не уложиться в срок. Но к концу лета, говорит он, к концу лета седьмая студия была зарегистрирована, были договоренности с исполнителями и с финзаводом. В профессиональных кругах все знали, что такой проект готовится, говорит Малобродский. На какие средства? Спрашивает судья. На чистом энтузиазме запятая отвечает подсудимый. Малобродский говорит, что подготовкой госконтракта занимались сетины Масляева. Он, говорит Малобродский, только давал свои представления о стоимости мероприятий. Деньги получили в сентябре, говорит Малобродский. Он припоминает, что было три транша по госконтракту. Проект платформы возникал практически на пустом месте. Винзавод дал нам на безвозмездных условиях помещение цеха Белого. Прекрасное помещение, плохо только одно полностью не подходило для театрально-концертной деятельности. Была отвратительная акустика, которая не позволяла там исполнять музыку. Не было ничего, что позволяло бы этот проект начинать. И нам предстояло в течение очень короткого времени, очень быстро, это не приспособленное к концертной деятельности пространство каким-то образом приспособить. Точка. 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 Малобродский говорит, что не признает вину. Говорит, что в деле нет доказательств его вины. Затем вопросы Малобродскому начала задавать его адвокат Ксения Карпинская, но иногда вмешивается судья. Вначале Малобродский говорит, что Серебренникова лично до платформы не знал. Ситиным был знаком со студенческих лет, с Апфельбаум с конца девяностых. Малобродский говорит, что с Серебренниковым вел переговоры около трех месяцев, прежде чем приступил непосредственно к выполнению своих обязанностей на платформе. Что вы должны были делать, на платформе твердый знак? Спрашивает судья. Малобродский говорит, что как раз это и пытается рассказать, и переходит к рассказу о кураторах на проекте платформа, называет их фамилии. Проект был очень интенсивно задуман, с большим количеством направлений. Поэтому кроме директора, был необходим продюсер. Кроме того, Итин получил предложение о работе в Ярославском театре имени Волкова. И было понятно, что он не сможет справиться со всеми задачами. Поэтому, говорит Малобродский, была принята такая конструкция, что продюсерская часть ляжет его на плечи. Далее Малобродский говорит, что на платформе работал с 1 сентября 2011 года, а закончил 31 июля 2012 года. После этого он ушел в Гогольцентр и, по его словам, никакого отношения не имел к платформе. То есть в 2013-2014 году вы никак не касались проекта? Уточняет судья. Нет, никак, говорит Малобродский. 10.36. После судья заявила, что меняет порядок рассмотрения дела. Менделеева говорит, что вместо допроса сегодня будут читать материалы уголовного дела. Однако после поднимается Малобродский. Я в связи с тем, как развивается процесс, в связи с темпом, который вы задали, я хочу просить дать показания первым. Вдруг говорит Малобродский. Ну, это ваше право, вздыхает Менделеева и вновь меняет порядок. Теперь будет допрос Малобродского. Тот выходит к кафедре. 10.34. Такое ощущение, что вы отсутствуете, с улыбкой, говорит судье прокурору. Нет, ваша честь, я вовлечен в процесс, говорит Лавров, продолжая копаться в документах. 10.32. Судья говорит, что произошли изменения в составе участников. Нет основного защитника Серебренникова, адвоката Дмитрия Харитонова. Вместо него его помощница, защитник по фамилии Орешникова. Также нет прокурора Михаила Резниченко и одного из представителей Минкульта. Судья спрашивает, нет ли возражений против продолжения процесса в таком составе. Возражения нет. 10.28. В зал входит судья Олеся Менделеева. Все встают в приветствии. С улыбкой на лице она говорит, присаживайтесь. Повисает паузу. На месте нет прокуроров. Позвони прокурору. Зачем мы здесь? Говорит судья тихо своей помощнице. В это же время входит прокурор Олег Лавров. Мы вас потеряли, говорит ему Менделеева. Лавров начинает возить по столу стопки с уголовными материалами, раскладывает их в удобном для себя порядке. 10.22. На столе у прокурора в стопке с материалами уголовного дела. Возможно, вместо допроса свидетелей сегодня будут читать тама дела. 10.21. В 10.15 участников, затем родственников, а после всех остальных пригласили в зал. По сравнению с прошлым, первым, заседанием слушателей в зале в разы меньше, заполнены только первые две скамьи, на остальных пяти сидят по 4-3 человека, на последней и вовсе одна женщина в оранжевом платье. Перед началом слушаний, как и в прошлый раз, пресс-служба суда дает теле- и фотокорреспондентам провести пятиминутную съемку. 9.54. Поддержать подсудимых сегодня на процесс пришел Алексей Бородин, худрук Рамта. Софья Абфельбаум сейчас работает директором этого театра. Когда на прошлом заседании прокурор просил назначить подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде, подсудимым никаких мер не избрано, Абфельбаум возражала, она просила суд дать ей возможность работать, говорила, что Рамт скоро будут гастроли, хотела бы в них участвовать. Судья отказала прокурору, но и полноценно работать не дала. Председательствующая Олеса Менделеева заявила, что будет слушать дело каждый день с 10 утра до 6 вечера. Она даже предупредила адвокатов, если те не могут явиться на заседание, пусть присылают замену. 9.28. Сегодняшнее, второе, заседание по делу 7-й студии назначено на 10 часов утра. На нем прокуроры начнут представлять доказательства вины, и начнут они с одних из самых главных доказательств показания свидетелей. И это, пожалуй, самое главное отличие новых слушаний от тех, что шли в том же Мещанском суде с октября 2018 года по сентябрь 2019 и закончились возвратом дела в прокуратуру, после Мазгарсуд отменил это решение и постановил рассмотреть дело заново в новом составе суда. Кирилл Серебренников, режиссер, худрук Гоголь Центра, создатель 7-й студии и проекта «Платформа». 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в Гоголь Центре прошли обыски. 22 июня 2017 года он был арестован по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, 7-я студия была создана Серебренниковым и его партнерами для хищения газсредств, выделенных на проект «Платформа». Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах. Рубль. Режиссер вину не признает. Фото, коммерсант, имин Джафеаров. София Пфельбаум, директор российского молодежного академического театра, РАМТ и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры. В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывало распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей. Вину не признает. Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов. Алексей Малобродский, экс-генеральный продюсер 7-й студии 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку «Сон в летнюю ночь». 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено расширенное обвинение. 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца. В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья. Вину не признает фото, коммерсант, Петр Косин. Юрий Тин, экс-директор 7-й студии. 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией «Инфостиль». Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Итина разрабатывались мероприятия проекта платформа, информация о количестве и стоимости которых была завышена. Вину не признает. Фото, коммерсант, имиджа Феаров. Екатерина Воронова, продюсер 7-й студии. По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Итина разрабатывала мероприятие проекта платформы с целью хищения госредств. 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы. Находится в международном розыске. Фото, личная страница Екатерины Вороновой в Фейсбук. Нина Мысляева, главный бухгалтер 7-й студии, главный свидетель обвинения. 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора 7-й студии с компанией Инфостиль на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством. 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием. Фото, коммерсант, Ирина Бужор. Александр Лавров, следователь, полковник юстиции, приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в Центральный аппарат СКР. В мае 2018 года завершил расследование дела 7-й студии. В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР. Фото, коммерсант, Дмитрий Каратаев. Надежда Игнатова и Олег Лавров, прокуроры-представители гособвинения по делу 7-й студии. Фото, Кирилл Рябчиков, Рапси. Ирина Куратова, судье по делу 7-й студии. Назначена судьей Мещанского районного суда 2 сентября 2002 года. Фото, коммерсант, Александр Коряков. Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения. По просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков. Утверждает, что деньги для 7-й студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года, или до апреля 2014 года. Однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы, сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов. Фото, из личного архива Валерия Печенко. Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель. По его словам, отношения с 7-й студией у него возникли в 2011 году, работал преимущественно с Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения и обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей. Кроме Этина и Мысляевой, был знаком с Алексеем Малобродским. Фото, Ольга Добрина. Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения по его словам, обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе. В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору фото, коммерсант, Роман Дорофеев. Лариса Войкина, свидетель обвинения на суде. Она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой. По словам госпожи Войкиной, это было распоряжение Кирилла Серебренникова фото, коммерсант, Роман Дорофеев. Кирилл Серебренников, режиссер, худрук Гоголь-центра, создатель седьмой студии и проекта «Платформа». 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в Гоголь-центре прошли обыски. 22 июня 2017 года он был арестован по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, седьмая студия была создана Серебренниковыми его партнерами для хищения газ-средств, выделенных на проект «Платформа». Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах. Рубль. Режиссер вину не признает. Фото, коммерсант, имиджа Феаров. София Апфельбаум, директор Российского молодежного академического театра, РАМТ, и экс-руководитель Департамента господдержки искусства Минкультуры. В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывало распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей. Вину не признает. Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов. Алексей Малобродский, экс-генеральный продюсер седьмой студии. 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку «Сон в летнюю ночь». 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дело было предъявлено расширенное обвинение. 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца. В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья. Вину не признает фото, коммерсант, Петр Касин Юрий Айтин, экс-директор седьмой студии 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией «Инфостиль». Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывались мероприятия проекта «Платформа», информация о количестве и стоимости которых была завышена. Вину не признает фото, коммерсант, имиджа Феаров. Екатерина Воронова, продюсер седьмой студии. По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывала мероприятие проекта «Платформа» с целью хищения госредств. 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы. Находится в международном розыске. Фото, личная страница Екатерины Вороновой в Фейсбук. Нина Мысляева, главный бухгалтер седьмой студии, главный свидетель обвинения. 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора седьмой студии с компанией «Инфостиль» на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством. 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием. Фото, коммерсант, Ирина Бужор. Александр Лавров, следователь, полковник юстиции. Приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в центральный аппарат СКР. В мае 2018 года завершил расследование дела седьмой студии. В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР. Фото, коммерсант, Дмитрий Каратаев, Надежда Игнатова и Олег Лавров. Прокуроры-представители гособвинения по делу седьмой студии. Фото, Кирилл Рябчиков, Рапсирина Акуратова. Судье по делу седьмой студии назначено судьей Мещанского районного суда 2 сентября 2002 года. Фото, коммерсант, Александр Коряков. Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения. По просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков. Утверждает, что деньги для седьмой студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года, или до апреля 2014 года. Однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы, сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов. Фото, из личного архива Валерия Печенко. Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель. По его словам, отношения с седьмой студией у него возникли в 2011 году, работал преимущественно с Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения, обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей. Кроме Етина и Мысляевой, был знаком с Алексеем Малобродским. Фото, Ольга Добрина. Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения. По его словам, обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе. В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору. Фото, коммерсант, Роман Дорофеев. Лариса Войкина, свидетель обвинения. На суде она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой. По словам госпожи Войкиной, это было распоряжение Кирилла Серебренников. Фото, коммерсант, Роман Дорофеев. Смотреть. Минус. Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра, РАМТ, София Апфельбаум, бывший директор Гогольцентра Алексей Малобродский, экс-гендиректор седьмой студии Юрий Етин и продюсер Екатерина Воронова, находятся в международном розыске. Их обвиняют в хищении не менее 133 миллионов рублей, выделенных на проект платформа с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину. Роман Дорофеев Самое важное в канале Коммерсант В. Телеграм